Мечта там, купить себе бэху Угадывает твои желания и даже больше Я не знаю, может они еще что-то делают Что-то вот подмешивают Когда ты хочешь там, релаксы Ну это нечто Семье что главное, семье в основном Никакого нытья нету Ну тебе не страшно, что кто-то там выскочит Ты понимаешь, что в этой машине ты можешь проехать долго Когда становишься уже взрослее, да Вот лялечка, да, подходишь к ней Помыл хорошо, там царапинки все убрал По фэншую, да Есть у каждого молодого человека Или мальчика, мечта там Купить себе бэху Поездить на мерседесе Ну точно так же Пришел раз, дорого Второй раз, ну дорого, но уже как бы терпимо А третий раз, да возьму и сделаю Возьму и куплю И купил Вот это рестайлинг предыдущий 18-го года, который Захотел обновить Пошел по рынку, искал другие бренды Смотрел и немецкие, и японские Вернулся опять в бренду BMW Перебрал весь модельный ряд И опять остановился на этой машине Но я думаю GT, она просто в России Недооцененная машина То есть с учетом там То, что предлагают в этой машине И сколько она стоит Это недооцененная машина И так многие мои друзья говорят Которые тоже приобрели такой автомобиль Раньше клиенты, когда ты приезжал на авто Ну такой существенно ниже уровнем Или ценой, нежели у клиента Все-таки ты чувствовал себя немножко Вот я ниже социального уровня И тебе там А сейчас, когда ты приезжаешь на BMW То есть ты как друг там Ну то есть как равный И с ним общаешься как равный И это произнесло некую уверенность Есть понимание того, что человек зарабатывает Значит у него хорошо отстроен бизнес И у него есть вкус, скажем так Есть понимание того, что хорошо Что действительно комфортно 20 лет я занимаюсь строительством Последние 12 лет строительством загорных домов По такой новой технологии Фахверк То есть это дома из клееного бруса Которые отличаются от остальных Обилием панорамного остекления И внешний вид То есть то, что я увидел 12 лет назад еще в Петербурге Так меня зацепило Что я захотел заниматься этими домами Абсолютно непопулярные дома были То есть мы строили Бывало там по одному дому в сезон Но я был уверен Что за этими домами будущее За 12 лет мы вышли на такие обороты Которые позволяют задумываться О собственном производстве И об экспорте этих домов в Европу Ситуация с пандемией подстегнула людей Задуматься Ну там два фактора Первый фактор импульсный Импульсивный О том, что в квартирах Во время самоизоляции Невозможно сидеть Нужно иметь свой домик Где ты будешь в безопасности И сможешь гулять и так далее И второй фактор, связанный с пандемией Он более глубокий Он связан с тем, что многие компании Перевели своих сотрудников на удаленную работу И когда в принципе ограничительные меры ослабли То многие не вернулись с удаленки Так и остались работать по большей части из дому И тут опять вопрос Это будет квартира или хороший загородный дом Все больше менеджеров из компании Выбирают строительство этого дома Как дополнение к квартире Но уже подходит это не как к даче А как к второму, а может даже первому дому И вот понимая эту тенденцию Мы приобрели участки в Краснодарском крае Один участок, один участок в Крыму Под застройку как раз таких домов В целях и семейных, и демонстрационных То есть это будет два дома Которые могут посетить жители этих регионов И как раз идея постройки дома на юге Она синхронизируется с покупкой машины Плана вот Гранд Туризма То есть той машине На которой комфортно путешествовать На дальние расстояния И ты действительно получаешь от этого путешествия Удовольствие, а не мучение 10 лет, даже больше 15 лет я владел только внедорожниками То есть ну вот все Можно попасть и перечислять Ну абсолютно все джипы Которые вот русская зима Там поехал, не дай бог Застрял, выехал А тут ну дай думаю, попробую Ну прямо подвеска есть? Уже думаю, ну уже не страшно Совершенно другой опять же Уровень комфорта в салоне Шумоизоляция, управляемость Вот все в седане Ну как можно если GT назвать седаном Все здесь лучше Крутящий момент То есть это ощущается Мощность движка И кстати какие-то ситуации Связаны с плохим покрытием То есть внедорожные некие качества На дизеле, даже на легковой машине Там с увеличенным просветом Проходимость в разы я считаю лучше То есть если где-то прибуксовывать Или надо преодолеть какое-то препятствие Приемистость Мощь автомобиля Ну и экономичность Сейчас 7,8 Средний расход 7,8 То есть это по смешанному циклу Но при этом это не какой-то там Дедушкин режим Когда ты там едешь Там аккуратненько Один из плюсов GT-шки То, что она по умолчанию Собирается в Баварии И вероятно это повлияло на то Что вообще ни одного гарантийного обращения Или дефекта Или недостатка машины не обнаружено То есть если сравнивать с машинами Других брендов И премиальных брендов Никогда такого не было Всегда что-то вылазило Может мелочь Может не мелочь Но что-то было гарантийно И здесь ничего такого не было По поводу сервиса Ну машина Кстати отличие BMW Я для себя первый раз открыл Она сама определяет Через сколько километров Тебе делать тот или иной сервис Где конкретно Ну в какой узел надо обслужить То есть там за 500 километров Тебе еще и наберет представительство BMW Какой-то сотрудник И спросит Какой будет удобно тебе сервисный центр Для того, чтобы поехать И обслужить свой автомобиль Фары BMW это Ну это нечто То есть ты включаешь дальний свет У тебя как два видоискателя Правая и левая фара И они освещают те участки Которые можно освещать То есть если идет встречный автомобиль Они огибают его И возвращаются опять Постоянно подсвечивается обочина То есть на лесном участке едешь И тебе не страшно Что кто-то там выскочит Очень хорошо подсвечивает Лазерные фары Это вообще бомба То есть они включаются На каком-то режиме Я пока не изучил Ну честно Не изучил на каком режиме То есть с какой-то определенной скоростью Надо ехать Вот Но они включались И это реально заметно То есть это освещение Куда-туда Вдаль просто Все видно Вот в новом BMW Вот в этом В житишке Открываю Появилась соцсеть Через BMW Remote Логинишься И твой профиль Подгружается На каждую твою машину К этому профилю Привязывается И техническое обслуживание И твои обращения В сервис Твои покупки Они сделали свой магазин Приложений Да То есть можно за деньги Купить приложение Которое позволяет Камеру Кругового обзора Писать 40 секунд Ну Аналог Видеорегистратора То есть Давно понятно Что надо было бы это сделать Да И ты на новую машину Уже другого бренда Как-то Ну блин У меня там Все такое Все сохранено Такое все крутое А у вас нет А у нас нет Ну да Наверное Все-таки Следующую машину Тоже Бэху придется брать Да Да Ну синхронить Твоя резервная копия Которую ты потом тащишь Она у тебя Увеличивается Накапливается Там Какие-то информации Интерактивный ключ Ну Хорошая штука Большой С экраном Ты можешь следить За автомобилем Но По факту Может Опять же Из-за того Что у меня Автомобиль В паркинге Хранится Я там Не переживаю За его сохранность Вот Ну так Оказалось Достаточно Ненужная вещь Дистанционно Можно включить Систему кондиционирования Я так понял Она Летом Может немного Охлаждать Но немного Опять же Это в формате Кондиционера Зимой Его прогреть Перед твоим приходом Ни разу не пользовался Не было необходимости Но как штука Интересная Ну какие вещи Добавляю Такого Аристократического Тактильного Взаимодействия С машиной То есть Это например Доводчики Но это возвращает Такое юношеское ощущение Когда ты любишь машину Ну любили И первую девятку Свою реально любили Ну ласточка Ты ее купил Ты ее радуешь Ты ее облизываешь Она классная Она классная И когда становишься Уже взрослее И тебе все равно Ласточка такая нужна Которую бы ты любил И вот такие вещи Как доводчик Музыка приятная Кожа Пуляет хорошо Это те вот элементы Которые тебя возвращают Немножко в твою юность Когда ты вот эту первую девятку А может быть даже И шестерку Облизывал Тюнинговал И прочее И это всегда В мужчине Как в мальчике Да Там Возрослевшем Должно оставаться Вот это вот ощущение Ляли Вот лялечка Да Ты подходишь к ней Помыл хорошо Там царапинки все убрал Любовь к машине Ну вот Как к своему К коню Кормильцу То есть Вот это вот Ощущение драйва В BMW Ну это избитая история Но она Ну действительно Ну пока не попробуешь Не поймешь То есть Это Причево языц Как Как BMW рулится Как оно едет Сел на тест драйве Даже в ту же пятерку И сразу это почувствовал Комфорт Внутри Салона То есть Это вот Ну додуманность По мелочам До всего То есть Можно сравнивать с японцами Которые Ну надежные Ликвидные И так далее Но Ни в одной машине Самой премиальной Самой крутой Нет того Что есть там В обычной BMW Даже не Лакшери Ну я считаю BMW Самое удобное Сидение То есть Ломающая спинка Подпорка Как-то Посадка Вот это все Обзор Ну садишься И ты понимаешь Что в этой машине Ты можешь проехать долго В Крым В Петербург Поездка Она В удовольствии В данной машине Обнаружил Что регулировка Заднего сидения Это опция Никогда не думал Об этом Думал Ну если салон Лакшери То и Соответственно По умолчанию Идет регулировка Задней Спинки Оказалось нет То есть Здесь стандартная BMW Спинка Немножко такая В бодром состоянии Находящейся Семье Что главное Семье В основном Это комфорт На задних сидениях И вместительность багажника И комфорт общий Чтобы можно было ехать Достаточно Ну большие расстояния Преодолевать И при этом Не уставать Здесь очень просторная машина Все помещаются То есть Сзади Двое детей Теща Впереди Я с супругой Пять человек Абсолютно комфортно Себя чувствует Мы бывает На дачу едем И час И по пробкам И полтора То есть Никакого Нытья Нету И плюс Багажник Который Ну Пока ребенок Маленький Там до двух Двух с половиной лет Это же постоянно Там ванночку Надо перевести Но постоянно Что-то надо ввозить В большом количестве Ни разу не было Такого Что-то не поместилось В машину Ну В ту же Икею Заехал С этим багажником Сложив оба сидения Спрятав Вот эту вот Полку Багажника Первые отзывы людей Которые поживут год Ну Классно дышится То есть По объему Дом 100 метров Ощущаешь его там На все 300 Так же вот и в машине Она Ну Легковая Не очень большая Но вот ты едешь И ощущаешь себя То есть Тебе нет такого Что там О Джип Икседьмой Вот там Больше простора Больше пространства А это вроде маленькие машины Нет ничего подобного Здесь действительно Хорошо Просторно Когда ты хочешь там Релакса Или там Послушать громко музыку Она настраивает Ароматизатор Температуру Сидения Вентиляцию Кресла Закрывает Открывает Панорамную крышу Такая Триггерная точка Перезагрузки Которая Перезагружает тебя Перезапускает механизм Это как вот Короткий сон Ты немножечко поспал И уже полностью Освежился И вот эти вот Кратковременные медитации Это то же самое И их использовать Можно там По Несколько раз на день Потому что Не отвлекаясь От напряженной истории Ты Загоняешь сам себя Постоянно Долбить в одно и то же Там вот Дела 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 И под конец Ты просто выжат Как лимон Поэтому Медитация Много статей По этому поводу Написано О том Как не выгореть В бизнесе Я считаю Это очень важная история История с ароматизатором Когда BMW Выдаёт целый спектр Вот этих вот ароматов Ты каждый раз На техническом обслуживании А давай вот этот попробуешь А давай вот этот попробуешь То есть по умолчанию Два аромата Они находятся В бардачке И Ни один аромат Не надоел Вот хочется попробовать Новый и новый Ну подобрано Классно конечно Кстати BMW Запах салона Такая мелочь Да Но Mercedes По своему пахнет Японцы вообще Без комментариев Там же где и корейцы То есть они по моему Вообще не обращают внимания BMW это такой Аристократический запах Вот и кожа И Я не знаю Может они ещё что-то делают Что-то подмешивают Но BMW пахнут Вот всегда Даже старая Даже ушатанная Там 150 тысяч пробега Садишься Ну да То есть BMW Настолько высокотехнологичный Автомобиль Настолько удобный И продвинутый В техническом плане Что конечно Находясь в нём Ты вдохновляешься этим Вдохновляешься этим удобством То что авто Угадывает Твои желания И даже больше Я вот в своём бизнесе взял Посмотрел Как вот специалисты BMW Продают Какая машина Как классно Думаю Блин ну возьму И превознесу Вот это вот всё То есть вот Как охрененно ты в салоне сидишь Тебе комфортно Пахнет классно Едется классно Так же и в доме Деревянные элементы Пожалуйста Деревянные элементы Ароматизаторы Панорама Панорамные окна Ну полное совпадение Пришёл в салон Мне чётко сказали Вот машина Вот комплектация Вот такие опции Ты за эти деньги Можешь заказать Почему в загородном домостроении Нельзя это сделать Пожалуйста Собрал хорошую комплектацию На основе своего опыта Сколько ты построил Ну мы построили Порядка 150 домов этих Ну уже понятно Любому станет Что конкретно Человеку Ну каждому нужно Взяли эту выжимку Собрали опции Оцифровали их Сделали элементарный конфигуратор Это удобно И быть лидером Это значит Видеть это Понимать И внедрять Как можно скорее И также Преподносить Своим клиентам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok